В Словении все готово к открытию памятника российским и советским воинам, погибшим в двух мировых войнах. Это об общей памяти, общей боли и уважении истории, из которой невозможно вымарывать факты. И знаменитая песня журавли Яна Фрэнкеля и Расула Гамзатова как основа концепции монумента о вечном подвиге. Будто воплощение строчек из песни не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. В тихом сквере неподалеку от центра Любляны ввысь взмывают журавли бронзовые. Такие же стремительные и смелые, как его боевые товарищи. Ветеран Второй мировой Янка Хэберли, ему 95 лет, был участником освободительного фронта Словении, подпольной антифашистской организации, в составе которой воевали и советские партизаны. Это памятник им и всем русским солдатам, погибшим на территории этой страны во время двух катастроф 20 века, Первый и Второй мировых войн. Я сам воевал в 9-м корпусе освободительного фронта, и у нас был целый батальон русских солдат. В основном это были те, кто сбежал из немецких лагерей и примкнул к партизанам. Особенно я вспоминаю солдата Михайлова, самый был смелый, ничего не боялся. И такими были они все. Я счастлив, что сегодня мы вспоминаем этих бессмертных героев. Монумент переплетению судеб и общей памяти, которую невозможно стереть. Во времена Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч наших пленных солдат. Во Вторую мировую в городе Морибор был концлагерь для советских военнопленных, где за год с 41 по 42 погибли более пяти тысяч красноармейцев. Страшные страницы, которые скульпторы воплотили вот так, лаконично и проникновенно. На первый взгляд о войне в этом памятнике ничего не напоминает. Сознательное решение скульпторов не изображать людей в форме или военную атрибутику. Все потому, что это работа о победе над болью и смертью. Памятник мирному небу над головой. О создании этого монумента в Словении заговорили еще пять лет назад, во время визита Владимира Путина. С тех пор работу по подготовке курировали на самом высоком уровне. Память о русских воинах тут вообще собирают по крупицам. Очень многие сыны России оказались волей судеб на этой земле. Вот на сегодня только установленных 65 воинских захоронений на этой небольшой относительно территории страны, из которых 11 – это вот открытые места гибели, в результате проведенной такой поисковой мемориальной работы коллектива посольства. Наша поисковая работа позволила установить около 3000 таких имен. Никто не забыт, ничто не забыто. Слова, которые для народа Словении – не пустой звук, говорит директор российского военно-исторического общества Михаил Мехков. Уверяет, таланту уважать историю у этой страны многие могли бы поучиться. Есть такие страны, где сносят наши памятники. Памятники благодарности Красной Армии, которые освобождали территорию Европы. Как, например, в Польше. Сегодня Институт национальной памяти Польши говорит о том, что нужно снести 500 памятников нашим солдатам. Есть территории Болгарии, другие страны, которым относятся к нашим памятникам не очень хорошо. Памятник истории, к которому тут тоже относятся с особым трепетом высоко в горах. Эта церковь завтра станет центром торжеств, а сегодня готовится к своему столетию. Часовня настолько маленькая, что тут едва могут развернуться корреспонденты и телеоператор. Тут почти все, как сто лет назад. Деревянные своды, иконы, свечи. И главное, как и век спустя здесь вспоминают русских солдат, которые погибли во время строительства дороги на перевале Выршичи. Вот он, тот самый горный серпантин, где день и ночь трудились наши бойцы. В марте 1916-го тут было невероятно снежно, сошла лавина. Погибли более 300 человек. В память о трагедии 10 лет назад дорогу назвали русской. На вопрос, что значит это событие для всех славянцев, Игорь Фурлан отвечает нераздумывая. Ну, кусок сердца. Он весь в предвкушении завтрашнего дня и с нетерпением делится секретами. В его багажнике настоящий клад. Лакированные деревянные дощечки когда-то были частью крыши часовни. Их очень мало. Их только 33 штуки. И одну от них, я не буду говорить кому, но нашим самым уважаемым гостям будем давать. Уникальный экспонат. Игр собирается подарить российскому президенту. Визит Владимира Путина в Словению будет состоять из двух частей. Рабочий и мемориальный. К обеим сейчас идут последние приготовления. Екатерина Березовская, Юрий Шолмов, Павел Моисеев, Андрей Леонов и Христина Иванова. Первый канал. Словения. Редактор субтитров А.Семкин